Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи. Начало дня. И с нами сегодня начинает день наш коллега, трейдер, управляющий активами и алго-трейдер из Рязани, Александр Баранчук. Александр, приветствуем вас. Добрый день, коллеги. Добрый день, Игорь Николаевич. Давайте посмотрим. Да. На сегодня у нас интересного есть сначала на нашем рынке. Так, делаю демонстрацию. Как видно? Бежит, бежит интернет. Бежит, бежит интернет. Интернета пока нет. Добежал, видим, хорошо. Отлично. Ну, давайте начнем с сишки, с фичерс на доллар, да. Продолжаю пока удерживать его с прошлой недели. Вот в понедельник как раз в этом месте примерно, да, там вот на этой вот... Александр, Александр, график пока не... Александр, график пока не... Давайте перезапустим. Давайте перезапустим демонстрацию. Может быть, что-то помешало. Так, сейчас попробуем. Да, давайте остановим, ага. Давайте, сейчас. И микрофон чуть пониже, ага. Раз, два, три, как слышно. Ага, все, хорошо, ага, хорошо. Так, пробуем еще раз демонстрацию. Да, пробуем. Так. Сегодня чуть помедленный интернет бежит, но сейчас мы его дождемся. Видим, да, поднимаем график, который вы хотите показать. Так. А у вас весь экран, экран. Вы весь экран не включили, Александр. Да, точно, точно. Не окно приложения. Ищет приложение, которое мы не поднимаем, да. А, вот, точно. Вот. Да, да, да. Бежит-бежит интернет. Ну, слава богу, видим, а то бы все опять на коронавирус свалили, а он здесь ни при чем. Все, вам слово продолжаем. Вот. Продолжая удерживать сишку в лонг, напомню, заходил еще в прошлый, получается, понедельник, вот, в этом месте, на этой свече, почти дошло уже до цели, район 62-85. 850, да? Как бы, неплохо, неплохо получилось, в принципе, наверное, пока что такая самая длинная сделка этого нового года, фактически. Вот. Ну, я думаю, что тут в любом случае доведу, и сегодня, в принципе, я думаю, тут осталось немного, еще чуть-чуть потерпеть. В целом, как бы, сделка порадует. Давайте посмотрим теперь РТС. В принципе, там, ну, аналогично можно было осматривать, ну, как бы, то есть, там просто на сишке лонг, здесь, наоборот, шорт. Тоже, в принципе, продолжается падение, и достаточно тоже неплохое, как бы, вы знаете, мы где именно ловили его, собственно. Так вот слежу, смотрю тоже за разными сделками. Вот. В принципе, сегодня, если смотреть, пока все падение продолжается, я думаю, что мы можем еще подупасть, в принципе, да, как бы, пока что это не предел, именно, на мой взгляд, падения. В принципе, как и по фьючерсу на Сбербанк, да, на акции Сбербанка, тоже, в принципе, похожая очень картина. Плюс-минус тоже идет падение, хотя, может, не такое резкое, как на том же РТС. Но, тем не менее, то, что движение такое начинает, точнее, не начинает, а продолжается. В целом, думаю, что сегодня тоже мы в пот упадем. Единственное, что, как и на РТС внутри дня, его сейчас я бы, вот, сейчас именно с текущих не продавал, как бы, фактически находимся не очень в хорошем месте. Вот. Но, тем не менее, если вдруг там кто держит именно шорты, я бы еще подержал. Вот. И «Газпром», фьючерс на «Газпром» достаточно тоже любопытный был шип. Это еще была пятница. А, нет, это был четверг. Да, это был четверг. В целом, я думаю, что вполне можем пройти еще ниже. Такая вот интересная вообще в целом тот же инструмент. Вот. Но с текущих тоже внутри дня его я бы тоже не видел. не брал в данный момент. Нефть. Нефть тоже ситуация идет в шорту похожая. Достаточно сильно тоже подупали. Вот. Внутри дня тоже, как бы, как говорится, такое себе. То есть, здесь тоже лучше ждать с текущих. То есть, я бы гонг ни в шорт не брал. Но если бы держал шорт, который зашел-вышел, то еще бы подержал. Вот так скажем. Вот. Получается, по нашему рынку, именно сегодня, я бы новых позиций пока не формировал. Но, если бы находился в шортах, грубо говоря, по индексу, либо по основным фьючерсам на акции, то я бы держал. Если бы, соответственно, в сишке, в которой я сейчас нахожусь, я ее пока держу. Еще чуть-чуть остается. Фактически. Я думаю, что все будет в этом плане хорошо. Почти дошли. Вот. Пока именно по нашему, собственно, рынку. Если есть вопросы по нашему, то тоже пишите, задавайте. Пока вопросов не вижу. Можем посмотреть пока в целом по роботам. Да, давайте. Раз, два. Как меня слышно? Слышно хорошо. Давайте посмотрим по роботам. Александр, слышно хорошо? Хорошо слышно. Давайте роботов посмотрим. Отлично. Да, давайте посмотрим. Сейчас я обновлю сразу статистику. Что такое-то? А, все. Вот у нас ссылка. Друзья, смотрим, как начали Новый год роботы. Уже заканчивают первый месяц. 21 января он обновился. Но, в принципе, нормально. 16-го, по-моему, было последнее закрытие. Не ошибаюсь. Сейчас он... Чуть-чуть прогрузит. Что вот это вот палочка, да. 16-го, дженюри 16-е. Это вот такой, самый такой основной счет. В целом, пока 2%, ну, не 2, 1,83% за январь есть. Но в ближайшее время тоже будет, я уверен, закрытие, что называется. Потому что там уже, в принципе, позиции более-менее набраны. То есть, может, еще пару дней, и, думаю, все закроется. Так, это за прошлый период, я вроде показывал, там 5%, 5,5% было за декабрь месяц. Вот. В целом, ситуация достаточно благоприятная. Сейчас посмотрим... Так, делал у меня... Сейчас посмотрим еще... У меня есть... Так... Давайте попробуем вот эту. Так, сюда... Вот. Сейчас прогрузит. Да, вот еще один получается. В целом, тоже благоприятно идет. Этот вот получается... Вообще, изначально, изначально... Изначально, когда был открыт вот этот счет именно? А данный счет был открыт еще в мае, получается. Но до этого он еще год, получается, этот капитал работал на МТ-4 платформе. И изначально, инвестиция была начата с 500 долларов. То есть, потом, соответственно, у нас перешли на мета-трейдер 5-й. Там было 1000 баксов. Ну и получается, это заработано именно с мая месяца, именно на этом счету, вот, 370 долларов. Там вот просто пишут типа USD, но на самом деле вот так USD получается. Закрыть вот эти цифры будет настоящий USD. Вот. Но в целом, как бы, тоже неплохо. Вот тоже вывод был. Вот этот вывод показывает. вот здесь вот, как говорится, нормально показывается. Угу. То есть, вот, такие пока что результаты. А вот еще раз, уточню, Александр, а в итоге за месяц сколько получается у него? А тут сейчас скажу. Так, история сделок. Как что делать-то? Что делать-то? А, коллеги, Александр забыл, что делать. А тут, тут просто это, по месяцам, по-моему, не отображается, но я могу ошибаться. Тут просто, типа, общий график просто смотрел. А, ну-ка, ну-ка, он только погрузил. Так, а он не это самое. То есть, нужно этот сейчас пароль, а у меня пароль короткий в другом браузе. Ну ладно. Все, все, все. Ну ладно. Придется так вот тогда, да. Ага, хорошо, хорошо. Поняли вас, Александр. Хорошо. Спасибо большое вам за ваш обзор. Как сегодня планируете торговать активно? Ну так, как бы, по большому счету, более лениво довести сделку. В принципе, вот она, она уже, в принципе, до цели дошла, поэтому я сейчас я выйду. Вот. Там как бы можно было этот, что-то этой кроме не поставил, но вышел. В принципе, нормально. Так, и главное убрать еще эту стоп-заявку. Это я помню как-то в том году по нефти, короче, нормально все получилось, то есть, да, а этот самый стоп-заявку я не стал убирать. В настоящий я захожу, спою, что-то у меня там это, думаю, да ладно, мне же все закрылось, потом смотрю, опа, стоп-заявка получилось, открылась сделку наоборот в другую сторону. Я такой думаю, вот блин. Я понял. Ясненько, ясненько. Хорошо. Я имел в виду, что вот сейчас сделка закрылась у вас. Дальше будете продолжать торговать сегодня? Что-то вас вдохновило или один день и одна сделка? Ну, сегодня как бы в целом минут я не вижу пока что, где можно еще сформировать позицию, то есть в целом почти вот эти все инструменты находятся где-то, ну, условно говоря, там, не на откате, а наоборот уже в движении, где-то на хаях, на лаях, то есть, как бы, сегодня вряд ли что-то будет, а вот может быть, еще позицию открыть, то есть, подождать пока. Сегодня я, может, смотрю, как бы, что вообще творится, в целом, может быть, даже на акции какие-нибудь, посмотрю, то есть, как, чего, как, есть, может быть, что-то интересное, но это именно, как бы, такой вот, не в спекуляцию, может быть, долгосрок, так вот, чисто, ну, чисто посмотрю, вообще, что творится, вот, время будет, по позиции, пока сегодня, спекуляции, пока не полезу никуда. Понял. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор и комментарии по практике торговли на сегодня. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Спасибо, всем удачи, всем пока. Спасибо, до свидания.